Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что Министерство культуры сообщило, что не собирается лишать Киркорова звания народный артист, не лишат его звания народный артист. Вы знаете, что подписывают петицию россияне, там уже порядка 70-80 тысяч, по-моему. В Министерстве культуры вот что заявляют. Его невозможно лишить, потому что в соответствии с положением о государственных наградах Российской Федерации награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Так говорит Министерство культуры. Значит, есть еще публикация в СМИ, известия. Известия пишут, значит, в Минкульте назвали основания для, скажем так, лишения звания, да? 29 декабря об этом сообщили известиям Министерства культуры Российской Федерации. В соответствии с пунктом 9 положение о государственных наградах Российской Федерации, утвержденного указом президента, награжденный может быть лишен государственной награды, только вступившим в законную силу, так и так, и так, и так, и так. Значит, друзья, я нашел это положение, может, я, конечно, не то положение нашел, но я нашел положение о государственных наградах Российской Федерации. И, собственно говоря, вы знаете, самое что интересное, что меня удивило, что в этом положении нет пункта 9. Еще раз говорю, может, я ошибаюсь. Там вообще 7 пунктов. И потом описание наград. Но я обратился к публикациям, где известные юристы, правоведы, ученые, юристы дают толкование, скажем так, над этим вещам, связанным с лишением звания народного артиста. Так вот пишут. Известный ученый, правовед, Соловьев, его фамилия, Иван Соловьев, сообщил РИО Новости, вот как раз эту ситуацию прокомментировал. По мнению специалиста, без звания и государственной награды имеет возможность оставить артиста суд по запросу Министерства культуры. То есть Минкульт сейчас отвечает, что говорит, что в соответствии с положением лишить невозможно, потому что лишают только вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого, особо тяжкого преступления. И кто же тяжкого, особо тяжкого преступления не совершал, вступившим в законную силу приговора суда нет, соответственно, невозможно лишить. Однако это не совсем, мне кажется, так. По крайней мере, так считают ученые-юристы. Вот что пишут. Откровенно непристойное поведение исполнителя в повседневной жизни является значимым правовым основанием для лишения звания. Но инициировать процедуру может только орган госвласти, который представил гражданина к награде. При этом Соловьев признал, что подобные процедуры не поставлены на поток, в связи с чем возможное лишение Киркорова почетного статуса будет прецедентом. Чтобы было понятно, есть еще одна публикация. Юрист, адвокат, управляющий партнер адвокатской группы Витаминюк и партнеры, член МРО «Деловая Россия» Владислав Витаминюк комментирует эту ситуацию. Вот что он говорит. Присвоение звания народного артиста осуществляется на основании указа президента России. Вопрос об отзыве указанного звания по инициативе его обладателя нормативными правыми актами не урегулирован. Однако сделать вывод о том, что этого сделать нельзя, можно исходя из порядка назначения такого звания. Сделать это артист по своей инициативе не может. Он добавил, что принять решение об аннулировании вправе лишь лицо, присвоившее звание, то есть президент России. Это может быть сделано либо при наличии первоначально предоставленных недостоверных документов, то есть ошибки при принятии решения, либо при наличии оснований несовместимых со статусом народного артиста Российской Федерации. Так что, друзья, дело все в том, что Минкульт, мне кажется, немного лукает все-таки для простых людей, которые не очень разбираются. Лишить можно, только для этого нужно, чтобы Министерство культуры посчитало, что образ жизни или какие-то поступки, какие-то Киркорова, являются несовместимыми с этим высоким званием. И так как орган, который представляет к награде, а это и есть Минкульт, он представляет к награде, президент подписывает, присваивает, этот орган, то есть Минкульт, должен обратиться в суд с требованием лишить. И вот суд не, скажем так, за какое-то преступление второстепенно придает срок и лишает, а суд конкретно будет рассматривать запрос Минкульта или иск Минкульта как органа, представившего к этому о лишении его из-за поступков несовместимых. Я так это понял из того, что написано. Но пишут, что в конечном итоге решение за человеком, который присвоил, то есть за президента. Вот такая вещь. То есть не совсем все так, как сказали, что по положению 9, если совершил преступление, тогда он же ничего не совершал. Но не совсем так. Если Минкульт, скажем так, вышел бы с этим вопросом, то это можно сделать. И я так понимаю, процессуально это возможно. Но другое дело, что Минкульт вот так ответил. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости и Рутью Будда Гришна. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok